Мне бы на самом деле очень сильно хотелось бы снять данное видео так, чтобы производитель как-то помог в этом плане, выслал бы там линейку, хотя бы там свой топ 10-15, и чтобы мы с вами рассказали всю историю компании, кто это такие, откуда они взялись, откуда они вообще пошли и так далее. Но мы не блогеры, опять же, у нас канал нахуй кому-то не нужен, вот, поэтому купили все за свои деньги, и у меня достаточно давно спрашивают, а почему ты хуесосишь must have? Давайте определимся здесь вот на берегу, да, чтобы не было никаких вопросов в дальнейшем. Я его не хуесошу, то есть это тот продукт, который покупают те, кому он нравится. Мне он не нравится, за исключением тот одного вкуса, который будет, да, здесь прям мы пообщаемся. Даже вот так вот его в стороночку оставим. Must have, который вы уже очень давно просили, сейчас, у меня в руках. Мы его купили несколько вот баночек, чтобы протестить, может быть, все-таки что-то изменилось. И будем сейчас коротко разговаривать о моем экспириенсе работы с этим продуктом, о том, как я с ним познакомился, как он вошел в мою кальянную полку, а затем надолго-надолго ее покинул и до сих пор там не появляется. И на самом деле для меня это немножко такой печальненький факт, потому что когда я, ну давайте, ладно, издалека. Я познакомился с этим продуктом, когда работал еще в Майкопе, когда, ну, в своем родном городе, в магазине, перешел на кальян. И тогда я начал знакомиться с какими-то чуть более крепкими продуктами, чем шербета далее, да. Типа я и до этого с ними был знаком, но типа вплотную начал знакомиться прям вот типа 4 года назад с крепачами. И тогда появился мастхэв, и он был очень похож на джасмог, на тот джасмог, который еще был нормальным. Мы его пару раз брали, и с партией вот было что-то прям, прям, ой-ой, ой, плохо все было. У ребят было очень все плохо. Но на тот момент за неимением другого как бы брали, курили, потому что типа крепенько, можно добавить каким-нибудь там табакам, которые дают хорошую аромку, а вот это добавлять чисто как бустер. И это была интересная, прикольная идея. Вот, и мы очень активно пользователи. Пользователись, да. Затем у ребят что-то произошло. Они выпускают Pinkman. Они переделывают как-то, видимо, то ли технологию, то ли сырье, то ли черт его знает. Я не специалист. За компанией активно не следил, но могу сказать, что тогда что-то очень сильно поменялось в этом продукте. Он стал курибельным, он стал вкусным, он стал в меру крепким. Это можно было курить прям вот, прям супер. Я переехал в Краснодар, уже будучи в девятнадцатом году. На протяжении года где-то я курил мастхэв, поддерживал продукт, говорил, что это круто, это классно, мне это нравится. Это можно прям вот очень хорошо прям брать на полочку. И я брал. У меня было в районе там 15 банок дома всегда в работе больших, которые я покупал и ни разу в них не разочаровывался. Это был крутой продукт. Затем происходит какая-то хуйня. Я не знаю, что это было. И вот примерно к концу девятнадцатого, началу двадцатого года это превращается в какую-то ебучую мракобесию. Я не знаю, я не буду другими словами сейчас выражаться, потому что это дикий пиздец. Вот реально, я брал, помню, вкусы, которые там типа мне очень нравился фисташковый пирог, который прям нереально крутой был. Это было вкусно, это было насыщенно, это легко курилось. Ну типа в плане, легко курица нормально накуривает. Когда я взял снова фисташковый пирог, я почувствовал какое-то легкое недомогание где-то в районе своей жопы от того, что у меня начало пригорать. Смотрите, бьет по горлу ужасно, ужасно бьет по горлу. Неприятно куриться, легко ловит перегревы и с этим невозможно работать. И такая свистопляска продолжалась на протяжении примерно полугода у ребят. Они нихрена не могли, наверное, сделать за своим продуктом и что-то у них точно пошло по пизде. У меня были постоянники, которые приходили, брали пайнапл ринг всегда. Это один из лучших ананасов, был на рынке. Сейчас уже, конечно, подсдал позиции. И даже мои постоянники говорили, что когда-то они брали ананасовые кольца и они кайфовали с них. А потом, когда стали брать дальше, поняли, что мастхеф скатился куда-то в небытие. И, собственно говоря, я их взял. Жаль, что у меня оторвалась какого именно месяца эта партия. Я это покурил и с пачки это пахнет точно так же, как это пахло раньше. Это неимоверно вкусно, неимоверно классно. На деле полнейшая хуйня. Вот просто, господи. Вот сейчас я вам объясню, что конкретно и какой именно параметр меня не устраивает в этом табаке. Если вы когда-нибудь пробовали жвачки, такие, которые жвачки, леденцы, которые типа помогают бросать курить, в которых есть медицинский никотин. Или как он там, блядь, называется. Похер вообще. Сейчас дело не в нем. Когда ты разжевываешь жвачку, она прикольная, она мятненькая или там с каким-то вкусом. Но затем наступает это вот ублюдское ощущение, когда ты по всему пищеводу чувствуешь, как какое-то вот легкое жжение. Как будто бы там внутри все такое шероховатое. И вот прям неприятно. Вот начиная вот от горла, заканчивая прям желудком. Прям очень неприятное чувство. Это я вот называю ощущением не совсем хорошего никотина. Когда вот он настолько, блядь, противный, что вот проблеваться хочется. Хочется выпить тонну воды, чтобы это ощущение куда-то ушло. И, блядь, вот здесь та же самая поебень. Как? Почему? Зачем? Блядь, просто пиздец. Ну я не знаю. Ну был же охуенный продукт. Ну что не так? Я не отрицаю тот факт, что сейчас выходят более новые партии, технологии меняются и так далее. Но у меня вот, к сожалению, в доступе тот же самый Рокет, который был выпущен относительно недавно. Это уже получается какой-то 20-20... Ну конец 20-го, начало 21-го года. Это абсолютная срань как по ароматике, так и по никотину. И также по всем остальным характеристикам. Кэнди Кау, который мы покурили вот буквально недавно. Мы забили это в чашку, мы это прогрели. Три угля. Самая обычная глиняная чашка. В отступ. Ну типа как? В умеренный отступ. То есть... И вот здесь вот появилось вот это ощущение, о котором я говорил. Х3. Вот прям... Это невозможно было курить. То есть мы через 10 минут мы просто перезабили чашку. Потому что это реально отвратительно. Клубника личи Space Flavor, который был моим раньше любимым вкусом вообще. Я его сейчас собираю самостоятельно. Этот микс. Блять, спасибо огромное Москве за то, что они вот дали вот такую вот историю для микса. Которую я сейчас воплощаю там в своих собственных забивках. Но это пиздос. Это курить невозможно. Единственное, за что сегодня я похвалю Must Have, это вот крутой эстрагон, тархун. Называйте как хотите. Это очень круто. Это прям вот вкус. Блин, он божественно пахнет тархуном, тархуном. Не знаю, как правильно. Есть грузинский или армянский лимонад. Я вот точно не вспомню. Там есть тархуны. Вот он очень хорошо попадает в этот вкус. Его я найду, куплю себе в большую банку. Жаль только вот на отрывной линии партию проебал. С какой партией был этот вкус. В остальном продукт, вот такие у меня от него ощущения. То есть очень давно спрашивали, а почему ты его не любишь? Да вот поэтому я его не люблю. Потому что у тебя ощущение, как будто бы ты тонну никорета сожрал, а потом пытаешься, блять, и своим к желудкам играть. Кто кого осилит. Он блеванет. Или ты вытерпишь. Вот что-то вот вроде того. Я искренне надеюсь, что ребята как-то переделают все это. Что это станет снова юзабельным. Потому что в магазинах реально люди начинают отказываться от этого продукта. Вот я вам реально говорю, отказываются. Люди приходят, спрашивают что-то. Ты им предлагаешь must-have. Они его не покупают. Не покупают. Реально. Выбирают smoke angels. Выбирают dark side. В конце концов, я не знаю, тот же элемент. Очень жаль. Очень жаль, что так произошло с этим продуктом. Прям максимально жаль. Будем надеяться, что у ребят выйдет или отдельная линейка. Я не знаю, блять. Или с этим продуктом что-то сделают, что будет хорошо. Понимаете, это вот тот случай, когда ты не любишь этот продукт, но тебе настолько больно и обидно за него, блять. То, что ты реально раньше всем его советовал. Говорил, охуенно, ребята, берите. Это вкусно, классно, позитивно. И все. Вот так. И, кстати, вот раньше была такая тема, то, что в больших банках все вкусы, которые они выпускали, они были более насыщенные, они дольше курились. Типа, я не знаю, почему так. Типа, реально в больших банках это было все ярче и насыщеннее. Брали в маленькой, раньше там типа пайнополринг, ну типа кольца и кольца ананасовые. Да, похоже на консервированный ананас. Давай возьмем большую, пусть будет, дома будем там нет-нет забивать. Взяли большую, покурили в соло, охуели. Да ладно, блять, он настолько может быть ярким. Взяли еще раз маленькую, перезабили. Нихуя. Как это происходит, я хер его знает. Ну а для того, чтобы мы с вами смогли сделать наш обзорчик сегодня вот на этот продукт, нам помогли наши партнеры. Благодаря им мы можем теперь снимать все те видюшки, которые нам очень даже нравятся, которые нам очень интересны, которые нам, мы радуемся с ними, да. Опять же, ссылки инстаграма, инстаграма, телеграма, и все, что угодно, вот там на меня, на наши чаты, там где есть ребята, которые из Амосфер, из Асатир, за все шарят, есть в описании. Перейди, пообщайся, там тебе тоже ребята нашей комьюнити кальянные выскажут свое мнение касаемо этого продукта. Вот. Я пойду погрущу, очень жаль, но вот такие вот отношения у меня с данным продуктом. Тебе всего самого-самого классного, как оно может только быть и происходить. И увидимся с тобой по нашей старой доброй традиции в следующем видосе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok